Гитары в строю, фестиваль возрождения, как о нем отзываются сами организаторы. Все дело в том, что антифашистская песня была очень популярна в советское время. Тогда были такие яркие ее представители, как Дин Рид или Эрнст Буш. На Самарской земле сейчас пошли дальше, и помимо традиционных концертов и кинопоказов, здесь организуют дискуссионные площадки, в которых будут принимать участие именитые историки и политологи. Тем самым можно сказать, что это будет настоящий фестиваль-форум, который пройдет на этой неделе на Самарской земле. В фестивале может похвастаться богатой географией. Сюда съезжаются артисты буквально со всего мира. Вот я сейчас зачитаю краткий список стран-участников. Это Великобритания, Италия, Словения, Никарагуа, Франция, Литва и, естественно, регионы России. На главной площади регионального центра работает кинотеатр под открытым небом «Филин», где прямо сейчас проходит трансляция фильма о событиях Второй мировой войны «Ржев». Следом за ним будет показана еще одна лента «Лето 41-го». Но уже 3 мая кинотеатр переместится на Самарскую набережную, а здесь, на главной площади города, состоится концерт. Напомню, фестиваль продлится до конца недели, до 6 мая включительно. Причем на каждый день запланировано огромное количество мероприятий и событий не только в региональном центре, но и в Сызрине, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске, Тольятти. По ожиданиям организаторов, это будет сотни тысяч зрителей. События есть все шансы стать ежегодным и предзнаменовать празднование Великого Дня Победы.